Можем жить в мире и, запятая, мы не можем растить детей с тем, что мы отгораживаемся от проблемы и делаем вид, что моя жизнь, моя хата с краю, и я хорошая мать, я хороший человек. Очень больно сейчас жить, осознавая, что есть дети, которые не просыпаются. Это получается что-то минус твоему ребенку, если тебе не больно. Я не говорю, что в катаклизмы нельзя останавливать, но если твоя страна, конкретно твоя страна убивает, это точно твоя проблема. Точно твоя проблема. Многие люди об этом сейчас пишут стихи, пишут песни, пишут друг другу. Вот я веду стримы. Дети об этом говорят. Ко мне приходит очень много детей. У них очень много вопросов. Они сейчас живут в России, которые убивают украинцев. И они не знают, что с этим делать. Некоторые плачут по ночам, некоторые посылают меня матом. Но это очень больная тема. Потом, правильно, закончится война. И что вы скажете, сын, что я отгородилась? А вы сейчас отгородились? Даже когда война закончится, моего ребенка она никак не коснется. Она уже коснулась. Она уже коснулась. Она уже коснулась. Она все, она зашла в историю. Это и репарации, это и осознание того, что это было. Это анализ. Ну, после, когда закончился Гитлер, там немцам пришлось же анализировать, что было. Это был самоанализ. Это был самоанализ. Каждому немцу пришлось увидеть Аушвиц, пришлось увидеть трупы. Пришлось сказать, что мы были негодяями, мы были преступниками. Каждый немец сказал, я преступник. Вот эти 58 миллионов убитых людей, это сделал я. Это каждый немец это сказал. А потом десятки, десятки, 80 лет они платили репарации. То есть поколение за поколением рождалось, и опять платили репарации. Еще внук не родился, и он будет платить репарации. И до сих пор им стыдно. Так так же и в России будет потом, понимаете? Война ведь уже началась, уже третий год идет, и уже никуда оно не денется, даже если кто-то сейчас это остановит. Оно все равно уже вошло в эту историю. Все равно наши дети будут помнить об этом, и, возможно, их дети... Слушайте, было 42 попытки убийства Гитлера, 42. Люди в Германии, внутри, где-то плохие немцы, они все равно что-то пытались сделать. Молодежь пыталась сделать. Взрослые. Мы же не знаем, может, у нас кто-то что-то пытается сделать, но об этом нигде ничто не говорят. Ну так свою капельку внесите. А какую я должна капельку внести? Не понимаю. Сказать у вас на прямом эфире о том, что Путин делает неправильно или что? Ну поделиться с мыслями, чтобы кому-то другому помочь задуматься. Многие люди не задумываются. Так меня сейчас слышат 538 человек. Понимаете? Они слышат мое мнение о том, что мне жалко только детей. Ну не только детей. Я не могу сказать, что прям только детей. Конечно, вообще любого. У этих людей, которых убиты, завтра у этих убитых, взрослых, могли родиться дети. Нерожденных детей вам не жалко? Да мне вообще, в принципе, человечество жалко. Вот, россияне не должны слушать Путина. Ну это уже дело каждого. Кто-то слушает Путина, кто-то не слушает. Ну вот в этом и состоится ваша капелька. Вы ее сейчас не сказали. Не слушайте Путина. Вы могли просто это сказать. Не каждый россиянин это скажет. Я не могу так сказать, только потому что я такая. Я не слушаю Путина. А кто будет его слушать, кто нет? Ну как бы. Вот я живу вот так, да? Зарабатываю сама себе. Хорошо, Мария. А вот то, что он отпустил зэков. Вы знаете, что он распустил зэков? Очень много тюрьм опустили. Полностью опустили. И даже те, которые сейчас происходят убийства, грабежи, они туда заходят ровно на три недели. Посидеть их отправляют в Украину. Они возвращаются с белой историей. У них ничего нет за плечами. У них нет такого, что они педофилы. Там, не знаю, серийные убийцы. Вот вы сейчас живете в Владивостоке, да? А ведь кто-то из Владивостока, ебнутый, мобилизировался, вернется, и он будет делать то же самое. И никто ему не... Вот он свободный. Свободный и еще более агрессивный. И в такой ситуации что вы скажете? Вот в Владивостоке гуляет ебнутый свожник, которые вернулись. Вот сейчас это будет уже точно вас касаться. А потом, если он вас убьет, или вашего... Ну, понимаете, походите обратно. Все, что я скажу. Ну, прямо сейчас ловят бабушек, сейчас ловят таких людей, которые против Путина. И этих не особо ловят. Потому что, знаете, чем больше нарушат закон, тем больше поедет обратно в Украину. Ему ничего не грозит. Ничего. Он убьет вас, он опять поедет, он опять в чистой истории вернется. Убьет вашего сына, опять поедет, опять вернет. И вообще это по кругу можно ходить. Они самые лучшие убийцы. Они как бы жить особо не хотят. Убивать им разрешено. Что им сделает Путин сейчас? Как он их может доказать? Как он их докажет? Они не боятся Путина. Пошла туда и возвращаться домой. Им нравится, они убивают своих. Вот туда уезжают, им нравится, они убивают чужих. Им нравится вообще убивать. Ну, на то он их туда и отправляет, потому что им нравится убивать. Ну, так скажите, я против войны. Я не хочу, чтобы россияне ехали туда. Ну, в любом случае, россияне будут страдать. Так или иначе. Либо от пули, либо от репрессий. Либо стыдно быть русской. Либо они вернутся ебнутые. Будут убивать своих жен, детей, 90-летних девочек. Это плохо для России. Это очень плохо. Да, я с вами согласна. Вот про этих зэков ничего не хотите сказать? Я очень много вижу. Это тема, я считаю, которая волнует любую российскую женщину. Потому что у вас дети, а эти возвращаются. Это не то, что люди, которые сошли с ума на войне. Это из тюрьмы выпущенные заключенные. Я могу выразиться так. Меня не интересуют воришки или наркоманы. Меня тоже не интересуют. Которые боятся всего. Что касается убийц и педофилов, я считаю, что нам нужно вернуть смертную казнь и сразу таких решать. Так Путин бы сейчас их амнистировал. Зачем их лишать, когда они могут поехать вместо вашего мужа, например? Вы бы тоже сказали, мой муж сидит дома, а этот поехал. Понимаете? Кого послать на войну? Те, которые умеют убивать и хотят убивать? Либо вашего мужа, который ничего не хочет убивать? Конечно, пошлют его. Поехать тоже такое, знаете. А возвращает, потом его... Он же еще по школам ходит. Эти педофилы по школам ходят? Им никто слова не может сказать? Он говорит, я герой. Их показывают. Ребята, смотрите, кидайте гранаты. Будьте как я. Он еще учит детей, как кидать гранаты. А потом одного из этого ребенка он убьет и опять верется туда. Это уже несколько раз такое было. Даже если мы знаем, что он зэк и вернулся с СВО, мы понятия не имеем, за какую статью он сидел. Мы же не можем с этим разобраться, правильно? Нам же никто не скажет. Он же не придет к тебе и не скажет. Вот я там сидел, потому что я там пятимесячного ребенка изнасиловал. Нет, он так не скажет. А поскольку у нас по всему миру достаточно много людей сидят за то, чего они вообще не скажут, что они совершали. Возможно, это вообще невинный человек, который просто вот не в то время, не в том месте оказался и вот так хотел просто выйти на свободу. Как вы будете с этим? Вот как вы будете смотреть на себя? Вы же не видите по нему сразу, какое он, что он сотворил. Ну вот этот беспорядок, который мы не видим, мы не проверим, откуда мы знаем. Началось же сейчас с Путина. Мы какую хуйню не берем, все ведет, все дороги ведут в Рим. Путин. Вот была бы у вас там, не знаю, там Политковская. Я не думаю, чтобы она вот эту всю хуйню начала. Заключенные бы сидели в заключенных. Причем тюрьмы не должны портить людей. Они же вас там делают еще более агрессивными. Там происходит изнасилование. Я уже заебалась. Слушайте ролики, когда его там кандалами, или не кандалами, этими наручниками приковывают куда-то, расстегивают ширинку. И говорят, сейчас я проведу этим органом по твоим губам. И что ты потом скажешь? Ну это пиздец вообще. У тебя дети, что ты будешь делать, ты будешь сейчас на меня работать. И это все происходит в тюрьмах. И может быть, действительно он никого не убивал. Как говорится, в семье не без урода. Это ваши тюрьмы? Это не швейцарские тюрьмы? Это не норвежские тюрьмы? Это не датские тюрьмы? Это не финские тюрьмы? Это не в семье? Это беда, которая в России, вот, наверное, еще со времен Ивана Грозного, эта херня, сопричников. И это не выздоравливает. Нет, там никто, никто половым органом не проводит по этим, по губам. Да, там просто в общую камеру закидывают и делать с ним что хочешь. Конечно, они своими руками, возможно, и не делают что-то подобное. Я не знаю вообще, что вы вообще про американский фильм, ну, я вообще не знаю, что вы. Вы говорите, то вы в Гитлера не верите, то вы американских верите. Ну, вы сейчас об тебя слышите, нет? Вы скажете, что Гитлера... Вы говорите про то, что вы слышали, я вам уже... Нет, я как раз не верю. Я видела, он, наверное, ролик показывал, Сечкин выкладывал, Сечкин, 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 да, Асечкин. Он сбалбозок в тюрьме. Послушайте, ваш сын окажется в тюрьме, и вот такая вот дамочка, как вы, будет говорить, я ничему не верю. А если его изнасилуют? Ну, как... Как можно доказать, что тебя изнасиловали? Вот три НКВДшника, или там ОМОНовцы. Адите к врачу. Ну, скажем, ну, сам сидел, ну, извращался. Есть мужчины, которые садятся на бутылку, и никто их на ней насилует. Ну, это как бы самоистязание. Ну, пухинка и человеческие какие-то...